Алло, Светк! Привет, как у тебя дела? Кафешку твою еще не прикрыли? Работаешь? Кайф! Слушай, я тебе как раз блюдо новое придумала. Да, называется Vegan Bacon. Все, как у тебя в кафе. Быстро, дешево, на этот раз еще и вкусно. Алло, Светк! Свет! Что, прикрыли, что ли? Всем привет! Вы, наверное, сейчас сидите дома, смотрите кинчики. И именно по этому случаю мы сегодня решили приготовить классный снэк. И он у нас будет мясной, но на внешний вид. Не будем долго держать интригу. Готовить мы сегодня будем веганский бекон. Использовать мы будем рисовую бумагу, соевый соус, оливковое масло, пищевые дрожжи, смесь специй и кленовый сироп. Запекать бекон до хрустящей корочки мы будем в нашей аэрофритюрнице Рамид Модерн. Ну и кто же не любит копченый бекон? Для этого у нас здесь смокинг-ган. Интересно? Поехали! Берем рисовые листы и немного смачиваем, чтобы было легко разрезать их на полоски. Затем берем ножницы и режем лист на 4 части. Далее, внимание! Склеиваем рисовые полоски по 2 штуки. Это делается для того, чтобы бекон у нас получился толще, но он все равно получится хрустящим. Если вы любите более эластичный бекон, то можете сделать его еще толще. Теперь сделаем маринад. Смешиваем соевый соус, оливковое масло, кленовый сироп, пищевые дрожжи в хлопьях и смесь специй. Там чеснок, паприка и черный перец. Теперь все хорошенько перемешиваем. Предлагаю перелить маринад в тарелку для удобства. Обмакиваем наши рисовые полоски. Перекладываем на противень. И отправляем наш бекон в аэрофритюрницу. Готовить будем его на режиме тосты. Мы проверили, он идеально подходит. Это 4 минуты и 200 градусов. Посмотрите на это! Ну очень похоже на настоящий бекон. Выложим его на решетку, чтобы стекли остатки масла. А мы пока еще наделаем. Самое время его подкоптить. Закрываем наш бекон емкостью. Вставляем туда шланг смокинг-гана. В сам смокинг-ган добавляем щепу. Включаем его. Поджигаем. И устраиваем дымовое шоу. Оставляем бекон под емкостью, пока не рассеется дым. У нас это заняло примерно 10 минут. Готово! Ребят, пахнет супер вкусно. Выглядит тоже супер вкусно. Мне очень интересно это попробовать. Мне кажется, что на бекон очень похоже. Ну, кто любит, жарит. Давайте пробовать. Ммм, вкуснящий какой. Блин, ребят, это просто офигенно. Мне кажется, что это будет еще очень круто смотреться не только в таком виде, хотя в таком тоже, в принципе, достаточно. Можно еще и положить бутерброды, кстати. Но я бы съела всю тарелку так. Давайте сейчас позовем коллег и спросим, что они думают, и вообще поймут ли они, что это такое. Пробуем бекон. Такой кусочек. Ммм. Ммм. Ужень классный копченый вкус. Это как чипсы. Ну, прикольный на вкус, но мне кажется, что он как будто немножко жирноватый в масле, как будто бы, но зная наши товары, такого быть не должно, поэтому это очень странно. Но вкусно. И жирненько. Я, честно, не ела ни разу в жизни обычный бекон. Серьезно. Поэтому мне понравилось, но я не знаю, похоже ли это на оригинал. Более такие текстурные. Интересные. Какие-то специи есть. И не такой, как вязкий, как обычный бекон, и такой неприятный он. Этот вкуснее. Ну, наверное, из чего-то такого необычного, не мясного. Но я даже не могу предположить, из чего. Но по внешнему виду и по вкусу, просто по вкусу в целом ставлю. Ну, не бекончик, конечно, но что-то напоминает. В принципе, как замена, вполне себе сойдет. Неплохо. Как закусочка, отлично. Десять из десяти. Уже хочется бюзер какой-то насладить. И если вам понравился этот рецепт, а поверьте, он мне может не понравиться, я вам очень его сильно советую. Подписывайтесь на наш канал, нажимайте на колокольчик. Времени сейчас много, смотреть можно все. Ведите в ногу со временем, питайтесь правильно и вкусно. Сидите дома и готовьте вместе с Рамит. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok